А мы продолжаем наш эфир и у нас в студии гость. Это утро. С нами встречает учитель начальных классов, победитель всероссийского мастер-класса учителей родных языков, включая русский Зарема Джандикова. Доброе утро. Доброе утро. Я рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. Очень приятно. Совсем недавно завершился межрегиональный конкурс учителей родных языков субъектов СКФО, где вы вошли в тройку лидеров. Расскажите об этом подробнее и поделитесь своими впечатлениями от этого конкурса. Да, в декабре, 25 декабря уже мы с концами встретились в городе Нальчик. Это конкурс северокавказский. Учителя родных языков, включая русский, мы так говорим обычно. Мы разные, но равные. И вот в этом конкурсе мне предстало выступить в трех номинациях. Это дать мастер-класс. В этом году, так как из-за пандемии, опять же пришлось заснять всю свою работу в виде видеоролика и отправить. Поэтому получилось так, что я смогла снять урок, свой мастер-класс со своими же ребятками в классе. У меня четвертый класс в данном году. Мы засняли урок, который называется «Многообразие культуры народов России», в том числе Северного Кавказа. Это одна часть. Вторая часть – это визитка, где я как учитель, как педагог, который работает уже 20 лет в школе, говорила о своей работе в школе, как я попала в школу, о своей вообще педагогической деятельности в целом. И третье – это летящее вдохновение. Вот это, наверное, самое интересное, потому что здесь помимо того, что ты говоришь о работе, помимо того, что я являюсь учителем в школе, но я еще мать, я обычный человек, женщина, которая еще интересуется множество другими делами. Не просто интересуюсь, а еще хочу или не хочу, мне нужно заниматься этим. И вот здесь мне удалось показать свои увлечения, свои интересы. Например, если в молодости я любила, как любая девушка, потанцевать, то в данном случае мне выпал такой шанс, что я смогла опять же со своими детьми показать мини-танец, ну и еще кое-какие свои увлечения. Это более такой творческий конкурс, да? Да. Ну, этот момент. Именно этот, да. Именно этот момент. А так мастер-класс. Потом в итоге нас вызвали и выбрали победителей в этом конкурсе. Конечно, встреча прошла как обычно. Такие встречи проходят очень радушно нас встретили, очень тепло нас встретили. Одарили ценными призами. В общем, вот так вот. Вот. Ну и впечатления остались только самые лучшие. Самые лучшие, самые теплые. И вот если я каждый раз, когда готовлюсь к конкурсу, думаю, ну на этот раз последний. Дальше уже больше нет, все уже. То после вот таких встреч, после таких взаимоотношений, не просто вот с людьми обычными, как вам сказать, а именно межрегиональными, всероссийскими. Это такие же учителя, как и мы, только других народов, понимаете? Вот общение с ними, оно очень многое дает. Это такой позитив, это море позитива. А вообще расскажите, как проходила подготовка? Насколько я поняла, там было всего три этапа. Да, каждый этап по-своему имеет вот свое, вот свой подход индивидуальный, правильно? К этому нужно серьезно готовиться. И подготовка к этому проходила, конечно, все началось со школы. Я работаю в лицее города Магаз. Сразу вот обратилась к заместителям директора, обратилась к людям, которые могут мне помочь непосредственно вот по подготовке. К этому конкурсу, вы знаете, всегда на ура встречают у нас в лицее вот такие мероприятия. Все вот постарались где-то помочь делом, где-то вот советом. И вот таким образом, как-то безболезненно, как говорится, очень быстро, вот без всякого этого, получилось подготовить, заснять. К тому же, вот оператор, я всегда приветствую одного человека, это Ауш Адам. В этот момент его не было в республике. Но все равно, несмотря на это, у меня получилось с ним так пообщаться. Он мне помог, он собрал мне как-то это видео. Вот таким образом, в общем-то, работа кипела. И я бы сказала, это была не работа, скорее всего, а вот я вот от такой работы отдыхаю. Совмещение пользы, полезного, да, с приятным. Я думаю, что самое интересное, мои дети, моего класса, они со мной так же наблюдают и содействуют мне в этом. Что вот каждый день, они даже, что самое интересное, дети, они же как губки, они же все впитывают. Они видят намного дальше, чем мы. Потому что современные дети, современная школа, она немного отличается от той школы, где училась я и мои родители, например. И у них более такой свой подход. И очень часто, посоветовавшись с ними, поговорив, пообщавшись со своими детьми, я порой иногда очень много полезного беру. Даже от своих, казалось бы, маленьких, но от своих ребятишек. Ну и им это интересно. Им очень интересно. Вовлечены этим всем, вовлечены весь этот процесс, это очень интересно и, думаю, очень для них полезно. Надолго это все запомнится. А когда вы подавали заявку, верили, что можете оказаться в тройке победителей? Вы знаете, вообще этот конкурс в республике выбирают учителя. Это не я сама себя выбираю. И когда мне предложили поучаствовать, ну, я не отказалась. Что сделали очень правильно. Не отказалась. Но всегда, конечно, это волнение, это большое волнение. Ты никогда не думаешь, что ты... Потому что попадешь вот в тройку лидеров. Там очень сильные учителя, очень профессионалы своего дела. В этом году участников было 15. 15 – это немало. Потому что каждый со своим материалом, с очень богатым материалом подходит. Вот к таким конкурсам очень серьезно. И что самое интересное, ты по ходу, вот, ты с ними сближаешься. Но до этого, когда ты их не знаешь, очень волнуешься, очень волнительно-то все проходит. Конечно, не ожидала, но получилось. Надеялись все-таки, да? Конечно, я надеялась. В душе, конечно, каждый желает оказаться в тройке лидеров, победителем того или иного конкурса. Но я, насколько знаю, у вас есть опыт участия в подобных конкурсах. Расскажите об этом подробнее. Да, я участвовала, я часто участвую в подобных конкурсах. Потому что это, вот, я не только сама, я стараюсь, чтобы мои дети, мои ученики участвовали в таких конкурсах. Почему дети, я начну с них, потому что детям просто необходимо вот это публичное выступление. Чтобы они раскрепостили, чтобы они научились владеть вот своим характером, владеть своим умом. Потому что у нас дети очень умные. Очень вот. Мне приходилось встречаться с детьми, с учениками других республик. И вот, когда ты сравниваешь, вот, я вот в наших детях вижу что-то большее. Не знаю, может, это так личное вот это. И поэтому, конечно же, я сама участвую. И вот участвовала во всероссийском мастер-классе. Также вот в этом году, в 17-м году, меня включили в ассоциацию учителей родных языков Российской Федерации. И Ольга Артеменко, Ольга Ивановна Артеменко, она приезжала в республику совсем недавно. Она является нашим представителем непосредственным. И уже я сотрудничаю с ними до сих пор. И вот в 2021, по-моему, в начале 2021 года, также я участвовала в форуме во всероссийском педагогического мастерства, где я также показала мастер-класс, рассказала о нашем языке, сопоставила, интегрированный какой-то мастер-класс провела, интегрированный с русским языком, с ингушским. Рассказала о таком слове, камял, есть у нас такое слово, да, очень прям... Вы, получается, раскрыли смысл? Да, и показала, что таких слов в ингушском языке немало, что оно внесет в себе очень такой глубокий философский смысл. Мы все это знаем, это мяло, это совсем настолько глубокий смысл, правильно, вот в этом. И вот после этого форума меня пригласили в школу уже в Ялту. Это международная была школа, опять же, учителей родных языков. Там уже мы как-то не соревновались друг с другом. Здесь уже пригласили, как они сказали, лучших учителей, которым им показались интересные выступления на протяжении всех этих лет. И в Ялте в этом, в 2021 году, летом, мы совместили отдых с работой. Очень прекрасно прошло. Это время у нас буквально, я не знаю, пролетело как... Это время пролетело как один день. Очень многому научились. Обмен опытом – это дорогого стоит. Когда ты сопоставляешь вот эти... Особенно мы в основном говорили там о языковой культуре разных народов. И вот таким образом, опять же, Ольга Ивановна пригласила нас в эту школу. Это уже был фонд президентских грантов. За счет фонда президентских грантов нас пригласили. И получилось поучиться. Очень многому. Обменяться опытом. Вы рассказали то, что знаете, они поделились. Это очень здорово на самом деле, когда проводятся такого рода мастер-классы, акции, фестивали, конкурсы. Есть в планах принять еще... Вы ранее отметили, что каждый раз говорите, это последнее, это крайнее, но все же есть в планах. Вы знаете, не хочу зарекаться. Говорить, что категорически нет, тоже. А время покажет. Время покажет. Как сложится, да? Да. Ну и правильно, действительно. К сожалению, в наше время есть та категория людей, которые отказываются изучать свой язык, не понимают необходимости в этом. Как вы считаете, почему вот такое есть вот среди нашего народа? Вы знаете, уже изучая, наблюдая за тем, что происходит, мы с вами даже не представляем, как быстро мы потеряем свой язык. Мы вот молниеносно его потеряем. Вот сейчас вот это поколение, подрастающее поколение, которые живут в городах, родились и учатся в городских школах. Вот эти дети, они практически не знают своего языка. Они мало того, что не знают, не могут произносить, они не понимают многих слов. А вы можете себе представить, что произойдет тогда, когда они вырастут, они станут мамами, папами? Будут ли говорить их дети? Старшее поколение уйдет, хотим мы этого или нет? И вот тут надо бить тревогу. Мы бьем, конечно, мы говорим, мы постоянно говорим о том, что нужно сохранить, нужно развивать. Но, на мой взгляд, мы делаем очень мало. Это очень мало то, что делается. Конечно, у нас в республике ведется очень правильная политика по сохранению, по развитию ингушского языка. Да, проводятся и декады ингушского языка. Декады проводятся. Но это все настолько, вот, такое впечатление, как будто что-то нужно другое. В том плане заинтересовать детей. Заинтересовать. Имеется в виду, вот, малыши, они не понимают еще, что это такое. А на ваш взгляд, что нужно сделать для того, чтобы сохранить язык? Вот вы знаете, все, что нужно, то, что касается нам, все, что нужно делать, мы в республике делаем, в принципе. Тогда как помочь языку? Вот я думаю над этим, чтобы еще сделать то, чего мы еще не сделали. Вот, чтобы такого сделать. Вот я знаю, вот такие вот проекты, которые вот межрегиональные, всероссийские, где встречаются не просто учителя разных предметов, а именно учителя родных языков, они дают, что они развивают отношения между народами, да, как-то укрепляют вот эти отношения. А вот что сделать у себя дома, вот, чтобы вот укрепить вот это все, отношения к языку, как его сохранить? Вот я не знаю, конечно, в планах очень много. Вот со мной в качестве жюри от республики Якушетия выезжала Ужахова Лиза Джабраиловна, моя коллега. Она учитель родного языка. Это не просто учитель родного языка, вот этот учитель высшей категории. Таких у нас очень мало, единицы в республике. Мы с Лизой Джабраиловной, конечно, говорили, планируем создать какой-то проект. Вот пока еще это все в процессе, не знаю, что получится. Ну, мы что-нибудь да сделаем. Это будет что-то другое. А вдруг поможет. Чтобы заинтересовать. Чтобы заинтересовать. Без знания своего языка не будет ни нации, ни культуры, и в целом общества. В целом, вот это все время мы твердим школу. Все время мы говорим об этом детям. Но вот когда я работала со старшими классами, подростки, они быстрее вас понимают. Вот они как-то с полуслова вас понимают, с ними легче. А вот когда ты сидишь и малышам объясняешь, они не все до конца понимают. Они не понимают. Они на вас смотрят иногда. Большинство значений слов, наверное, не до конца. Да. Вот ты стараешься в них вбить, но я уверена. Уверена. Вот то, что мы говорим сейчас, в конце. Это все откладывается. Это... У нас же память есть все-таки. Она присутствует. Дальновидная. Вот все-таки это проснется, она память вспомнится. Всегда нужно говорить. Мало говорить нужно делать, показывать. Культуру, свою культуру, свои традиции. Не только в школах, но и дома у себя. У себя дома обязательно. Нужно, конечно, практиковать это все. Спасибо за ремы, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию. Я желаю вам удачи и, конечно же, плодотворной работы. И спасибо вам за ваш труд. Спасибо вам тоже. Эфир «Утро» продолжается и не переключайтесь.